Мы переживаем то, что нас касается самым непосредственным образом. Потому что это как раз касается человека, как он есть. Кстати, вот видео наших с вами лекций на трех дисках. Вот так вот, такой трептих получился. Это 2014 год. Да, 2014 год. Значит, мы таких сделали здесь 18 видеолекций. И мы пока решили дальше не делать. Посмотрим, как вот это у нас пойдет. Это чистой воды антропология, это чистой воды человека, как он есть. Вот здесь первый диск об устройстве человека, его личности. А второй и третий диски – это страсти. То есть, по сути дела, вся христианская психология здесь изложена. Тоже, увы, тысяча рублей. Там есть, пожалуйста, можете приобретать. Так. Речь идет о человеческих страданиях, которыми полна наша жизнь. От рождения до смерти. И речь идет о самой смерти. То есть, в общем-то, о самом главном. О главной тематике человеческой жизни. Потому что человек, едва успев осознать себя где-нибудь там, годиков три-четыре, только вроде бы успел осознать себя. Вот я. Вот я в этом мире. А это вот не я. Вот взрослые, там папа, мама. Проходит годика два-три, и он обнаруживает для себя, что жизнь, при всем его желании, этого ребеночка, радоваться, наслаждаться, она полна страданий. Приходится страдать. И это всегда против твоего желания. Ты хочешь радоваться, а приходится страдать. И это проблема для ребенка. Вот это расстраивает его, это всегда заставляет его плакать, капризничать, грустить, унывать, иногда отчаиваться. С детства вот это вот проблема страданий. А тут же где-то рядышком, как некий такой, ну уже добить совсем психику ребенку, это узнать, что все люди смертные, и я тоже. И как с этим жить? Вот так вот, желая радоваться, испытывать какую-то полноту жизни, все время чего-то недополучать и все время страдать, или получать совершенно противоположное, хотел радоваться, а вместо этого страдаешь. Хотел, ну, просто хотел порадоваться, вот пил, 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 а тут похмелье. И что с этим делать? Приходится страдать. И так во всем. А смерть это, ну, то, что совершенно расстраивает человека и заставляет его, ну, что-то делать со своей жизнью. С этим нужно что-то делать. Это нужно как-то осознать. Нужно понять смысл этого всего. Зачем? Потому что на фоне страданий, которыми наполнена наша жизнь, и это даже от нас не зависит, это заложено в нашу природу наши страдания. На фоне вот этих наших всегдашних страданий, душевных, телесных страданий, в виде болезней, в виде лишений, скорбей, каких-то несчастья и так далее, утрат, еще и, в конце концов, смерть. То есть, как бы небытие. Потому что смерть для человека, родившегося сюда на этот свет, она выглядит именно как небытие. Но был человек и нету. Вот дедушка был еще вчера, еще разговаривали. Обычно же так, когда узнают, что человек умер, говорят, «Ах, да вы что, я же вот вчера только с ним разговаривал». Ну что? Умер? Это что, аргумент какой-то против смерти? Нет. Когда бы ты с ним не разговаривал, он все равно умрет. И это от него не зависит. И каждый из нас тоже. Что бы мы там ни думали про жизнь, про смерть, это неизбежное событие для каждого человека. С нами произойдет то же самое, что происходит с теми людьми, о которых мы узнаем, что они умерли. Их просто здесь больше нет. И мы не знаем, есть ли они где-то еще. Вот то, на чем было сконцентрировано наше представление о человеке, это все лежит в гробу, ему надо как можно быстрее на кладбище отнести. Это самый страшный враг. Можно еще потерпеть какие-то страдания. Было бы ради чего. А вот смерть терпеть нельзя. Наличие смерти в человеческой жизни терпеть нельзя. Потому что сам факт смерти обессмысливает жизнь. Все, чем жизнь моя наполнена, что мне дорого, к чему я стремлюсь, все мои мечты, представления о счастье, все мои творческие порывы. Смерть обнуляет. Обессмысливает. Все это зря. Это мне однажды все будет не нужно. Я с этим буду разлучен совсем. Навсегда. Как нам это представляется. Поэтому, чтобы как-то жить, с этим же надо как-то жить. И люди нашли для себя такой способ. Жить так, как будто смерти нет. Как будто все сговорились. И все живут так, как будто смерти нет. И не просто потому, что страшно о ней вспоминать, а еще и потому, что где-то внутри, вот с самого детства, вот с самого периода начала своего сознания, самосознания человека, ребенок знает. Он сам не знает, откуда он это узнал, но у него это представление очень глубокое и такое, знаете, твердое есть. Я бессмертный. Я никогда не перестану быть. Я буду всегда. Знаете, еще есть такое выражение. Я буду не я. Если я смертный, то я буду не я. Понимаете? Поэтому человек знает, что он умрет, но он не верит. в то, что он перестанет быть. И вот эта двойственность, она приводит нас к тому, что мы забываем о смерти. Мы ее, вольны или невольны, мы ее просто из круга своих мыслей, забот, тревог, волнений, мы ее просто убираем за скобки. И просто мы не говорим о ней. Так ведь? И когда кто-то умирает, мы... А, ой! Как будто, знаете, случилось что-то такое из ряда вон выходящее вообще. Как это так? Умер человек, надо же! Как будто бы кто-то когда-то не умирал. И вот там какой-то известный человек умирает, его там знакомые, друзья говорят, «А, это такая утрата для нашего искусства, для нашей культуры или науки, такая утрата». А человеку уже было 90 лет, он уже по последние годы маразмировал, он ничего уже давно ни к науке, ни к искусству, ни к культуре, ничего общего не имел с ним. А все равно вот смерть – это все. Это какой-то крах, катастрофа. Поэтому мы ведем себя, знаете, как ненормальные какие-то. Но все же знаем, что умрем. Ну вот собрались там друзья, знакомые там, те, кто семьями дружит, ну какой-то застолье, праздник. Давайте поговорим о чем-нибудь главном, таком существенном. Давайте о смерти поговорим. Но все же думаем на эту тему что-то. Ты вот на эту тему что думаешь? Про смерть. Но это считается даже неприличным, такие вопросы задавать. Ты что, с ума сошел? Тифун тебе на язык. Давай не будем о грустном. Давай о чем-нибудь веселом. Ну, наливай. Давай лучше анекдот расскажу. И мы ведем вот эту странную жизнь. В политике это называется двойными стандартами. Вся наша жизнь – это сплошные двойные стандарты насчет смерти. Поведение какое-то удивительное у человека. А вот эта двойственность, она порождена грехопадением. Это вот наша греховность, она так выглядит. Смерть – это естественное, что ли, естественное следствие грехопадения, отпадение человека от Бога, от источника жизни. И поэтому все люди вынуждены умирать. Все потомки падшего Адама, они обязательно все умирают. И мы здесь живем поколениями. Зачались, в утробе повынашивались, родились, выросли, созрели, постарели, заболели, умерли. Если нас, конечно, не убили раньше времени. И все. И это наша данность, это наша реальность такая. Мы в ней живем. И вот то, что человек так не мирится со своей смертью, то, что он всегда всю свою историю пытается решить эту проблему и выйти за пределы смерти, заглянуть туда, что за ней. я же знаю, что там что-то есть. Я знаю. И вот все самое лучшее, что есть в человеческой культуре, это на тему загробной жизни, то есть на тему смерти. Вот что мы ездим с вами смотреть в Египет? Мы ездим посмотреть на пирамиды, которым пять тысяч лет. А пирамиды это гроб. Это могила фараона. Вот представляете, какое представление у древних египтян было о смерти человека. Что они своему царю делали такие могилы. Такую могилу. Вся культура этой нации была сосредоточена на пирамидах для фараонов. Египтяне больше ничего не делали. Они писали манускрипты, там у них была письменность, все, но все было вот на эту тему. На тему загробной жизни для фараона. А значит для всего народа. Потому что фараон был представителем народа перед творцом. Представляете? Вот мы потому и имеем эти памятники, которым уже пять тысяч лет с лишним, что это может быть было одно из самых, один из самых светлых периодов человеческой истории. Это был центр человеческой цивилизации. Это был высочайший взлет человеческого гения насчет преодоления проблемы смерти. И мы сейчас это все читаем, эти папирусы, эти каменные скрижали, которые нам достались, мы смотрим на эти забальзамированные тела египетских фараонов, сами пирамиды, то, что там мы видим в Каирском национальном музее, там эти потрясающие вещи, это все свидетельство вот этого, знаете, дерзновения человеческого духа, чтобы преодолеть эту проблему, самого страшного врага не изложить смерть. И они это делали практически, они это делали сотни лет, многие поколения людей, древних египтян, они строили пирамиды. Сейчас даже с современными технологиями не могут понять, как они это делали, из чего, где они это все достали, весь этот материал строительный, который до сих пор стоит. И вся человеческая история, она именно на эту тему. Все лучшее, что создано на земле, оно создано на тему преодоления смерти. Люди только этим и жили. человеческий гений это всегда преодоление этой двойственности. Это когда человек решил выяснить до конца. Как говорил Раскольников и Достоевского, тварь я дрожащая или право имею. Кто я? Кто я такой? Что такое смерть? И человечество выдохлось, не выдержало. Накануне пришествия в мир спасителя весь цивилизованный мир выдохся на тему преодоления этой проблемы смерти. Уже не было сил с этим бороться. смерть обессмысливала все. Человеческие страсти, человеческая злоба, войны, которые велись из-за жадности, властолюбия, сластолюбия человеческого. И человек из поколения в поколение деградировал в своем самосознании и понимал, что он не просто животное, а человек хуже животного. Ни одно животное не ведет себя так мерзко и так подло, как ведет себя человек. И в лучших умах, это уже после Сократа, после Платона, после классической греческой философии, со всеми ее понятиями, после Аристотеля, после всех открытий законов природы, которые уже сделали, и все, что было известно из области психологии, греко-римская цивилизация вынашивала вот эту тотальную депрессию, бессмыслицы жизни. После смерти только ад. Аид по-гречески, Шеол по-еврейски, больше ничего, ничего. И представляете, как выглядело в этом свете, вот в этой беспросветной тьме, в этом грядущем мире теней, царства мертвых, где только мрак и страдания бесконечные. Как выглядела человеческая жизнь? Это как проклятие, понимаете? Как проклятие. И человек здесь еще больше зверил, еще больше злоба его проявлялась здесь, жестокость. Он погрязал здесь в чувственных удовольствиях, чтобы забыться и не думать о смерти совсем. Ну, как многие сейчас это, собственно говоря, делают. Так было всегда во все времена. Просто тогда это в цивилизованном мире среди образованного общества, среди патрициев, то есть такого среднего класса, это было явление всеобщее. Те, кто там обеспечивали им жизнь, они пахали с утра до вечера, им, может быть, об этом и некогда было задуматься у рабов. А вот у тех, кто был цветом нации, и кто определял судьбы страны, цивилизации всей, у них вот такая была полная безнадега по отношению к смерти. Ее преодолеть невозможно. И вот в этот момент, когда человечество, казалось бы, уже все, оно выдохлось, в мир приходит Спаситель, в мир приходит Христос. Вот ни раньше, ни позже. И первое, что он сказал, когда вышел на проповедь, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Вот в этих словах люди почувствовали надежду. Потому что здесь, в Царстве Земном, уже никто ни на что не надеялся. И если кто-то заговорил о Царстве, которое не от мира сего, то тогда появляется надежда. Но посмотрите, как Христос принес эту надежду. Бог стал человеком. Я уже не буду говорить о тайне Богового воплощения. Это не наша сегодняшняя тема. Бог стал человеком, чтобы как человек умереть. Чтобы самому Богу, представляете, пройти через это, через смерть. Обязательно Он для этого и пришел. И никто Его не мог остановить. Ни сам дьявол всеми искушениями, которые Ему предлагал. Все, на что мы здесь с вами искушаемся всегда, каждый день, Христос это все отверг ради одного, ради того, чтобы во что бы то ни стало обязательно отдать свою жизнь. Причем так, чтобы смерть Бога человеческой личности Иисуса Христа потом всю последующую человеческую историю, воспоминания о ней вызывали бы мурашки по коже, чтобы она была такой страшной эта смерть. Самая безобразная, в самом безобразном виде. Врагу, которую не пожелаешь, вот такой смертью умереть. Чтобы этим уничтожить ее как таковую смерть и закрыть проблему смерти навсегда. Он пришел для того, чтобы умереть, чтобы потом воскреснуть. Вот тем телом, которое обычно после смерти человеку уносят на кладбище, оно там истлевает, и мы считаем, что все, человек просто где-то растворился в этом мире, и его уже никто никогда не увидит. Христос как Бога человек, он как человек умер, но будучи Богом, он воскрес как человек. Вот благодаря своей божественной природе, которую он воспринял, он как человек воскрес. Он своими страданиями, это вот та наша вторая проблема, которую он добровольно на себя воспринял, самыми страшными, которые только может вынести человек, человеческая природа, и своей смертью. Он сделал свою человеческую природу совершенной, свою человечность он сделал совершенной. Оказывается, только так падшая человеческая природа и может стать лучше. Лучше человек может стать только благодаря страданиями. Христос перенес столько страданий, что его человеческая природа стала совершенной, а потом, когда она умерла на кресте, его человечность, его человеческая природа, она обязательно воскресла, потому что она стала совершенной. Свершилось, сказал он на кресте перед смертью, в руки твои предаю дух мой, сказал он Богу Отцу. Вот для этого была вся человеческая история. Все терзания человека по поводу смерти, все, что пережило каждое поколение людей в виде вот этой двойственности, этой неразрешимой проблемы в течение одной человеческой жизни, даже многих поколений человеческих жизней, эта проблема неразрешима. Она разрешима только самим Творцом, самим Богом. Это он должен был, Творец Вселенной, должен сам был стать смертным человеком, чтобы обязательно умереть, чтобы смерти как таковой больше не было. В том смысле, в каком она представляла всем людям, как небытие, или как Шеул, как Аид, как Царство Теней, Царство Мертвых, где бесконечные муки и мрак, чтобы этого не было. Христос своей человечностью после воскресения вознесся и воссел одесною Отца. Это и есть Царствие Божие. Это то, куда мы все с вами позваны. Вот мы сейчас с вами переживаем Страстную Седмицу. Вот сейчас квинтэссенция человеческой истории. Это вот сейчас все зло мира, которое возненавидело Христа, оно обрушилось на Него в виде непонимания, отторжения, ненависти человеческой, лютой ненависти, смертельной ненависти, предательства ученика, потом отречения Петра и, по сути дела, предательства всех учеников. Христос остался один, никем не понятый, никем не принятый, всеми отвергнутый, потому что в Нем Он разочаровал всех. Он остался один на один с взбесившимся человечеством в отношении Него. Он был обречен. Но для этого он и пришел. И вот это напряженное ожидание. А что будет потом? Он ведь говорил своим ученикам, да, мне надлежит пострадать, умереть, быть распятым и воскреснуть третий день. Говорил же. А все равно смерть так господствует в этом мире, и люди до такой степени привыкли к этой безысходности и невозможности разрешить эту проблему никакими средствами человеческими, что это было просто нереально, невозможно представить себе, что он имел в виду. Даже когда они узнали, что он воскрес, они не поверили. Они не поверили женщинам, которые от ангелов услышали, что Христос воскрес. они не поверили потом в Луке и Клеоп, которые видели воскресшего Христа по дороге в Имаус, вернулись специально в Иерусалим, чтобы рассказать об этом ученикам, они им не поверили. Представляете, до какой степени, это нереально было. Они считали, что все пропало, Христос умер на кресте, все надежды рухнули, только вроде бы воспряла эта надежда. Так было близко то, на что рассчитывали люди в решении своих земных проблем, которые видели свое счастье только в земном царстве, чтобы можно было здесь позволить себе как можно больше, чтобы в этом забыться и не вспоминать о смерти как таковой. А Христос говорит, царство имя не от мира сего. Он пришел чтобы ну может быть это не совсем корректно звучит, но чтобы забрать отсюда всех. После грехопадения мы с вами узнаем из Библии, что услышал человек от Бога. Проклята земля за грех твой. все. Что это значит? Проклята земля за грех твой. А это значит, что тебе, человек, здесь делать нечего. Это место не для тебя. Да, ты виноват. Причина этому ты, что рая на земле больше не будет никогда. Но эту проблему, представляете, эту вину на себя, как бы решение этой проблемы, и прямо саму вину взял на себя Бог. Он говорит, я решу эту проблему. Это Он тем, что Он, став человеком, пострадал, умер и воскрес и вознесся, Он нам открыл Царствие Божие, которое не от мира сего. Оно не сравнимо с тем, о чем может человек здесь мечтать. Воскресение Христово открывает нам нашу бесконечную перспективу до такой степени прекрасную, до такой степени совершенную, что нет на земле слов и понятий, которыми можно было бы это описать. Это не с чем сравнить. Он не просто улучшил нашу жизнь. Он не просто улучшил нашу природу. Вот чем мы занимаемся с вами в церкви здесь. Но был человек пьяница, он может, став христианином, перестать быть пьяницей, он может перестать быть наркоманом, он может перестать быть блудником, Он может перестать быть человеконенавистником, он может реально стать лучше, но Христос пришел не для этого. Он пришел сюда за нами, чтобы нас всех отсюда забрать туда, где Он Сам, где бесконечная радость зла, зрящих твоего лица, доброту неизреченную, как мы молимся. Где нет ни печали, ни плача, ни воздыхания, ни болезни, где радость только бесконечная, которую невозможно себе даже представить. Не видел то глаз, не слышал то ухо и не приходило то на сердце человеку, что уготовил Бог любящим его. Но чтобы это с нами произошло, мы должны пройти тот же самый путь, что и Христос. Христианство это не вероучение, как мы иногда по привычке говорим, имея в виду другие какие-то вероучения, философские учения и так далее. Нет-нет, Христос, ну Его называли Учителем, и Он в каком-то смысле Учителем был, но вообще-то Христос сам-то про Себя говорил по-другому. Он говорил, я есть путь, истина и жизнь. Путь. Христианство это путь. Это я встал и пошел. За Христом. Если хочешь идти за мной, туда, где я сейчас, говорит Христос, где нет ни болезни, ни плача, ни воздыхания, где радость бесконечная, где жизнь божественная, где ты будешь как Бог, отвергнись себя, возьми свой крест и иди за мной. Кто идет за мной и не берет своего креста, тот не достоин меня, говорит Христос. Вот в чем смысл наших страданий. Христос своей смертью, воскресенью, вознесением и созданием для нас Царствие Божие, Он придал смысл, высочайший смысл нашим страданиям здесь. Если мы переносим все наши скорби, лишения, болезни как крест, который на нас возложил Христос, и точно так же, как Он, благодушно, неробщим и никому не предъявляем претензий, никого ни в чем не обвиняем. А если сил хватит, еще и молимся за тех, кто нашим крестом является, как Он молился за своих распинателях, то тогда мы этим делаем себя лучше только этим и больше ничем. в той мере, в какой мы можем стать небожителями, пригодными для Царствия Божия, жизнеспособными там. Представляете, какая потрясающая вещь! Нет сейчас никакого проклятия после того, что сделал Христос. нет бессмысленных страданий. Нет вообще никакой бессмыслицы. Смерть ничего не обессмысливает, потому что смерти просто нет. Христос своим воскресением смерть разрушил. Нас ждет жизнь бесконечная. Если воскрес Христос, значит воскреснем и мы. Христианство принесло в мир, Христос принес в мир вот эту благую, то есть радостную весть. Весть, по-другому, Евангелие. Евангелие это вот это. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе их живот даровав. Вот то, что нашей жизни здесь придает новый импульс и придает смысл всему, что мы делаем. И нашему рождению, и даже нашему зачатию, которое для человека, не верующего во Христа, может восприниматься просто как проклятие. Чего эти два человека вдруг вздумали? Где-то встретятся случайно, и я появился на свет. Ведь человечество за Христа именно так и относило их к своему рождению. Пусть будут прокляты мои родители, что они задумали меня зачать. Они ведь даже не собирались меня зачинать. Они просто проводили время. А я вынужден сейчас из-за этого здесь торчать и мучиться. До смерти, за которой потом полный мрак навсегда. И адские мучения. Или небытие. Что для многих кажется лучше намного. Лучше бы небытие совсем вообще. Свет выключили, ничего нет. Самоубийцы, они именно этим себя тешат. Что сейчас они просто перестанут быть и все. И поскорее бы. До такой степени может все здесь человеку опостылить. До такой степени все обессмыслится. Человек доходит до отчаяния и мечтает о том, чтобы перестать быть. Он с этой мыслью просыпается, с этой мыслью засыпает. Поскорей бы, чтобы это все закончилось. Нет, нет. Жизнь бесконечная. Во всей полноте. По сравнению с которой это наша жизнь, это даже не жизнь, как говорят святые отцы наши. Христос нам такую жизнь даровал, что вот это оттуда воспринимается просто как небытие. Это еще даже не начало жизни. Мы в каком-то, знаете, в зачаточном полуфабрикатном состоянии здесь находимся. Это еще не человеческая жизнь. Не надо. У нас потрясающий есть для этого образ, вот для сравнения. Мы почему-то забываем про свой внутриутробный период жизни. Тоже какой-то двойные стандарты. Но почему-то считаем днем своего рождения, это вот как раз таки, когда мы из утробы матери появились вот сюда. И начали дышать воздухом и питаться пищей. А до этого нас не было, что ли? Мы же были. Это же были мы. И там уже сейчас благодаря медицинским технологиям можно даже знать, кто. И некоторые даже там узнают, что их там двое. Или трое. А некоторые даже выясняют, что там есть какая-то врожденная патология. То есть мы относимся к человеку, который внутри утробы матери, как к человеку. Мы можем даже ему имя дать заранее. Если знаем, что это мальчик, все, мы уже даже там ему все готовим, там, и распашонки, пеленки, там, кроватку покупаем, все. Мы его ждем. Он уже здесь. Еще тут одно мероприятие должно пройти, и все, мы встретимся. А почему мы как-то вот этот период жизни вычеркиваем из своей биографии? Ну, потому что мы здесь-то себя уже после рождения 3-4 года не осознаем. Хотя мы там уже и говорим, и ходим, и самостоятельно едим, и уже капризничаем, вредничаем. Осознаем себя уже потом. А то, что было в утробе матери, это вообще как бы даже еще, ну, просто, знаете, доисторический период какой-то нашей жизни. Как бы и не было у нас совсем. Правильно? Это наша жизнь настолько не похожа на то, что было с нами там, что мы тот период своей жизни даже за жизнь не считаем. Мы даже можем сказать, что там не человек. Это не человеческая жизнь, это не человек. Давай его убьем. Ну, все равно же это еще не жизнь. Жизнь это вот когда здесь родился. Вот здесь тогда жизнь. Тогда уже все. Тогда надо его только лечить. И если он уж так уж сильно противен тебе, ну, отдай его в детский дом. Так вот, если мы с вами к тому периоду внутриутробному нашей жизни так относимся, как будто это даже и не жизнь, то наша эта жизнь, вот эта земная, уже там лет 70-80, да еще там, что мы только тут не увидели, что только мы тут не испытали. Мы такого насмотрелись, такого начувствовались, такого наузнавали. У нас такие представления о вселенной, там, Бог ты мой, о законах природы. Мы в себе самих разобрались, что такой человек, какая у него психика, что такое личность, тратата. Технологии нас создавали, цивилизацию. Но наша вот эта жизнь по сравнению с той жизнью, которую нам открыл Христос, разница несоизмерима больше, чем между этой жизнью и нашим внутриутробным периодом. Несоизмеримо больше. Нам это говорит Евангелие, нам говорит даже Ветхий Завет, дает нам представление, такие еще туманные, но уже дает представление об этом. А Евангелие-то нам просто это открывает. Бог по пустякам не разменивается. Если Бог уничижил себя, унизил себя до состояния человека, то человек в этом состоянии, в котором здесь, куда пришел за ним Бог, это еще не человек. Вернее, это человек в очень ущербном, изуродованном грехом состоянии. Просто скотском, не человеческом. А вот забрать он сюда пришел нас, туда, где он живет сам. Бог, Творец Вселенной, совершенная, блаженная, вечная личность. Вот туда, как бы в лоно свое, забрать нашу человечность. Мы даже тут слова какие-то подбираем, а понять, о чем говорим, мы не в состоянии. До такой степени это не похоже ни на что из того, что у нас здесь есть. Так вот, христиане живут этим чаянием. В свете этого чаяния нас здесь ничто не может огорчить. Мы все страдания здесь, и даже саму смерть. Вспомните нашу прошлую лекцию. Даже саму смерть мы принимаем с радостью, особенно если это смерть за Христа. Христос нам сказал, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вы туда, вы туда, это ваш дом. Там ваш дом. Здесь период временного созревания нашей души. Вот точно так же, как утроба матери, период временного созревания нашего тела, чтобы родиться сюда жизнеспособным, так и период жизни здесь, до смерти тела, это период созревания души, чтобы она туда родилась, способной воспринимать ту жизнь. В том состоянии, в каком мы здесь, мы не способны ее воспринимать. Поэтому Христос говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Все, медлить нельзя. Медлить нельзя. Царствие Божие уже Богом для нас создано. И нас от Него практически ничего не отделяет, кроме греха. Кроме греха. Поэтому покаяние – это то, что нам открывает дверь туда, вход в Царствие Божие. И тем, что Бог создал здесь свою церковь, о которой мы сейчас так с вами эволюционно говорим, разбирая тему символа веры, Он вложил туда всю полноту возможностей для человека, чтобы он достиг своей вот этой цели. Достиг Христа. Цель человеческой жизни – это Христос. Никаких других целей, достойных человеческого звания, нет. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Больше никакой истины нет. Никакой жизни, говорит Христос, кроме меня, нет. Жизнь – это Он, Бог, воплощенный Бог – Христос. Все, что вне Христа, вот вы представляете, что это значит? Все, что вне Христа – это зона смерти, царство греха. Вот этого ужаса, предвкушения вечных адских муок. Мы только Христом входим в Царствие Божие. Он говорит, я – дверь. Кто мною входит, тот пажать обрящен. А кто входит в дом отчий инуди, помните? Тот вор и разбойник. Инуди – это значит, что там через забор, через как-то подкоп, мимо Христа. Тот вор и разбойник. Да, Христос, Он и есть этот узкий путь. Узок путь и тесны врата, ведущие в жизнь. Опять-таки, путь, видите, путь. А не учение какое-то, не нравственная доктрина, не закон Моисея. Нет-нет, вот путь человека – это Христос. Мы же вот это слово «путь» очень много раз употребляем. Помните первый псалом? Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Путь. Вот поэтому наше теперешнее время, Страстная Седмица – это ежегодный период нашего самоопределения. «Я этим путем иду или нет? Я иду за Христом или нет? Я христианин или кто? Я готов с Ним идти до конца?» Вот это очень важный момент нашего с вами личностного созревания. Вот для этого нам нужен пост. Мы должны с вами 40 дней поститься, чтобы потом, после 40-дневного поста, вот так переживать Страстную Седмицу. Это, может быть, самый ответственный период нашей жизни. Мы воскресаем вместе с Христом или нет? Я готов с Ним идти на крест до конца? Или я буду только числиться христианином? Вот как числились учениками те, кого Он призвал. До конца с Ним из них никто не пошел. Ну, у нас, слава Богу, есть чем. Мы не предоставлены сами себе. Мы для того и постимся, чтобы нам было чем самоопределяться. Мы делаем свою душу максимально восприимчивой для благодати Духа Святого. Чтобы нам было чем встретить Пасху. Чтобы нам было чем сострадать Христу до решимости следовать за Ним до конца. И потом с максимальной радостью обрадоваться Пасхе, воскресенье Христово. Удивительно, премудро устроил Бог церковную жизнь. Мне кажется, что люди не могли бы сами до этого догадаться. Чтобы вот так выстроить ритм человеческой жизни в течение года. Ритм церковной жизни, он вписался в ритм жизни Вселенной, нашей Солнечной системы. Вращение Земли вокруг Солнца. Нашей галактики вокруг там чего-то еще. Точь в точь, знаете, вот тютелька в тютельку. Безупречно. Поэтому церковь жива. Поэтому еще есть спасающийся. Несмотря на всю лютую ненависть человеческую в отношении церкви и в отношении Христа. Вот поэтому давайте попробуем эту неделю прожить так, как заповедано Семим Христом. Чтобы нам всю оставшуюся нашу жизнь высветить этой пасхальной радостью. Сколько бы нам еще не довелось здесь, по милости Божией, пережить постов, праздников и Пасхи Христовой. Чтобы этой пасхальной радостью была высвечена вся наша жизнь. Ну ладно. Вы знаете, сколько раз я на эту тему говорю, столько раз ловлю себя на том, что я не могу высказать все, что хотел. Спасибо.